Юг Башкортостана динамично растет и развивается. Здесь открываются новые производства, налаживается инфраструктура. Процветание некогда депрессивного региона во многом способствовал статус территории опережающего социально-экономического развития, присвоенной в конце прошлого года. Сейчас сюда охотно идут инвесторы. Так, полгода назад в Кумертау открылась швейная фабрика Кумфаб. Группа компаний «Магеллан» выбрала для открытия нового цеха именно этот город из-за ряда экономических преференций. Еще одним аргументом стал кадровый потенциал Кумертау, где в свое время действовало швейное училище. Я работаю здесь с февраля месяца, со времени открытия производства. Работа очень нравится, интересная, увлекательная. Училась я на швею, но также есть и другие у меня профессии, но больше всего нравится профессия швеи. Взаимоотношения очень хорошие, я бы сказала, все очень дружные. Руководство тоже понимающее, относится всегда к нам с пониманием. Здесь шьют под девизом «Одежда, которая служит». Цех специализируется на производстве форменного обмундирования для армии, силовых и правоохранительных структур, а также одежды для охоты, рыбалки и активного отдыха. Я проверяю качество продукции готовой, как она сшита. Вот сейчас я смотрю, проверяю брюки. Я должна проверить размер, соответствуют ли размеры заданным параметрам. То есть длину, ширину, размещение карманов. Все швеи, которые пришли сразу, они уже набили руку, они могут сшить очень хорошо. Качество продукции сейчас у нас идет хорошее, замечаний почти не бывает. Сейчас на предприятии трудится 78 человек, 75 из которых – женщины. Здесь и вчерашние студентки, и молодые мамы, и пенсионерки. По словам сотрудниц, привлекают хорошие условия труда и гибкий график. Так, женщины с маленькими детьми могут работать с 8 до 5 с двумя выходными. Для других предусмотрена посменная работа – то в день, то в ночь. Мы принимаем на работу всех желающих женщин, кто хочет работать, кто хочет шить, потому что есть перспективы развития, есть рост предприятий. Если нам это помещение будет маленькое, нам снимут новое помещение, арендуют с большей площадью, с большим количеством рабочих мест. Я всего работаю третий день. Моя задача – это упаковка вещи. Сейчас мы упакуем зимние корки. Мне нравится шить. Я дома сама шью, для себя. И решила сменить профессию. И я думаю, что швейная фабрика – это очень хороший вариант для нас всех, женщин. Условия работы хорошие. Мне нравится. В отличие от швейной фабрики, большинство сотрудников сандинского гипсоперерабатывающего комбината – мужчины. Производство располагается южнее Кумертау, около поселка Маячный. Здесь же, в радиусе буквально 20 километров от предприятия, добывают основное сырье – гипс. Его разновидностей достаточно много, и предназначение зависит от прочности. Сандинский гипс строительный, он считается основным материалом для производства сухих смесей позагребневых плит и гипсокартона. В сегодняшний день в работе три цеха. Цех производства гипсового вяжущего, с годовой мощностью 72 тысячи тонн. Цех производства позагребневой плиты, годовая мощность 240 тысяч квадратных метров. И цех по производству сухих строительных смесей. Производственная мощность – 70 тысяч тонн по году. В ближайших планах открытие еще одного цеха, где будут производить сыромолотый гипс. С этим инвестпроектом компания вошла в число резидентов территории опережающего развития. Линию планируют запустить уже в 2018 году. Новое производство мощностью около 20 тысяч тонн в год позволит трудоустроить еще порядка 30 человек. Но и это не предел. По словам руководителей, в течение последних трех лет прирост по сбыту составляет ежегодно 30-40%. И есть все предпосылки утверждать – комбинат может обеспечивать своей продукцией практически весь строительный комплекс республики. Все производители российские, которые занимаются производством сухих смесей, они вынуждены закупать те или иные сырьевые компоненты на стороне и везти их откуда-то далеко. У нас же все здесь, все местное. Фактически это уникальный продукт, который создается на базе кумертаусских богатств, которые есть здесь. Поэтому при соотношении цена-качество мы, конечно, выигрываем у известных брендов, раскрученных брендов. При должном качестве, соответствующим брендам, которые мы все знаем, цена на наш продукт ниже. Готовая продукция расходится по многим российским регионам, а также поставляется в Казахстан. В свою очередь, мощности комбината позволяют производить на собственной базе продукцию сторонних предприятий под их брендами. Подобное здесь уже успешно практикуют. Кроме того, в планах руководства наладить выпуск сухих смесей специального назначения, например, для буровых и проходческих работ. Также здесь ищут инвестора для запуска второй линии производства пазогребневых плит. Возвращаемся в Кумертау. Путь от Маячного до города пролегает через соседний Куюргазинский район, который славится на всю республику качеством своих дорог. На обслуживании районного дорожно-ремонтного строительного управления 367 километров дорог, 157 регионального и межмуниципального значения и 210 местного. В арсенале дорожников внушительный парк техники, в составе которого 15 КАМАЗов, СОВКОВ, асфальтоукладчик, 3 КАТК, Грейдер, 8 тракторов К-700. В этом году мы отремонтировали порядка 6 километров региональных дорог и около 4 километров дорог местного значения. В Куюргазинском ДРСУ в работе задействованы 76 человек. Все они высококвалифицированные специалисты со знанием своего дела. Штат у нас давным-давно сформирован, текучки кадров нет. Обслуживание дорожной сети – основная задача работников управления. Также на балансе предприятия асфальтобетонный завод. В зимний период сотрудники заготавливают материал, чтобы с апреля до поздней осени производить асфальт, который используют для ремонта дорожного полотна. Это асфальтный завод, установка ДС-185. Я, оператор этого завода, слежу за производством асфальта. Согласно рецепту, который дает мне лаборант, на каждую дорогу свой рецепт, на каждом марке там все по-другому. Передастраиваемся каждый раз. Мы здесь занимаемся, производим асфальтобетонные смеси разных марок. Для каждой дороги у нас получается разная марка щебня. Но у нас на территории находятся разные фракции. Все лежат на разных местах, потому что мешать каждой фракции нельзя. Вся отличается плотностью. Асфальтобетона в этом году выпустили уже больше 15 тысяч тонн. Дорог отремонтировали 10 километров. За качеством выпускаемой продукции, кроме асфальтобетона, это еще и железобетонные изделия для водопропускных сооружений, следит собственная лаборатория. Сейчас здесь исследуют новое покрытие с антигололедной добавкой, которая позволяет зимой обходиться без песко-соляной смеси. По мнению специалистов управления, экспериментальный асфальт может стать шагом вперед в развитии дорожного хозяйства республики. И вот мы в центре Кумертау. С оживлением производства и созданием новых рабочих мест в регион потянулись люди. Крупнейшая в городе гостиница в самом центре никогда не пустует. На трех этажах гостиничного ресторанного комплекса Кумертау расположены 62 номера разного уровня комфорта, от стандартных до люкс, и ресторан на 100 посадочных мест, который вошел в состав комплекса в 2015 году. Это номер полу-люкс. Он у нас состоит из двух комнат. Это вот комната, в которой мы находимся, комната отдыха. Здесь у нас мягкая мебель располагается, телевизор, кондиционер. Рядом находится спальня, где располагается у нас спальный гарнитур. Здесь же так имеется душевая кабина, санузел, все удобства. В прошлом году гостиница отметила 45-летие с момента открытия. Новое руководство идет в ногу со временем. Здесь модернизируют номерной фонд, расширяют комплекс услуг. В числе недавних достижений полностью отреставрированная сауна, которая простаивала в течение последних 12 лет, а также открытие семейного кафе. По признанию сотрудников, точка неожиданно стала популярной не только у постояльцев, но и у самих жителей Кумертау. Как результат, заселяемость с каждым годом только увеличивается. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы наша гостиница процветала, чтобы гости нашего города приезжали только к нам, заселялись в гостиницу. Поэтому мы стараемся развиваться, номерной фонд улучшать, обновлять номерной фонд. Средняя заполняемость гостиницы – это где-то 60% постоянно. Основной контингент нашей гостиницы – это командировочные, которые приезжают в наш город для работы на определенных объектах. Это Кума-ПП, завод вертолеты России, подземгаз. И очень много преподавателей с Уфимского авиационного института. Мы не первый раз приезжаем в Ишкортостан. Я был приятно удивлен, что заехав в Кумертау, мне было удобно найти гостиницу. И первые же сутки мне показали, что здесь можно оставаться еще на несколько дней. Мне приятно здесь обслуживание персонала. И очень прохладно и комфортно. За полгода пребывания в статусе территории опережающего развития в Кумертау зарегистрировались пять резидентов. Компании пришли сюда с готовыми проектами и финансированием под них. За инвестиции в развитие города и создание новых рабочих мест им предоставлены налоговые льготы и упрощенные условия ведения бизнеса. Однако курс на диверсификацию экономики южных районов республики взяли еще до присвоения особого статуса. И сегодня снижение зависимости моногорода от некогда единственного градообразующего предприятия налицо.